Том 24. Тема канонизации. Вопрос 3584. Хотя вы и против канонизации, а все же есть ли какие-то такие, кому хотели бы молиться, как принято прибегать с молитвы к святым? А этот человек не прославлен церковью. Если бы вы имели власть, то за кого бы стали ходатайствовать о его канонизации? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Игнатий Тихонич Лапкин. Апостол недавно из-за чего-то недоволен. Мнение всех будет на стороне настоятеля, а не на стороне Павла. Апостол живущих и в столице империи равновеличает святыми римлянам 1.7. Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Обращаясь к христианам, живущим в портовном городе и отличавшимися далеко не лучшей нравственностью, послание начинает точно с такой же ноты и с утверждения, что они уже святые, и это было для всех не в странность, а привычно. 1 Коринфянам 1.2. Церкви Божия, находящаяся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым. 1 Коринфянам 6.1. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? 2 Коринфянам 1.1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии. 2 Коринфянам 1.2. Находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Филиппийцам 1.1. Павел и Тимофея, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Колосинам 1.2. Находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. 1 Фесселокникийцам 5.27. Заклинаю вас, Господом, прочитать все послания всем святым братьям. Выходит так, что православные вообще и не знают, что они уже искуплены Спасителем и назван Духом Святым и апостолами, невеликими грешниками. Не яко свинья в колу, в кавычках, но святыми и избранными. Тогда при чем же тут канонизации? Если верить в канонизацию, то помимо канонизированных нет уверенности спасения ни одного человека. Все остальные христиане разве пошли после окончания земного поприща в канонизацию? Почему нет в списке святых книжника Ездры, собравшего книги Ветхого Завета? Нет его в святцах, и никто не имеет права назвать свою ребенка в честь его, а в честь Владимира, Язычника, Миллионы, Володик, Вованов и Вовчиков. Вот житие Герасима Заэрданского за 4 марта, жившего в V веке, скончался в 475 году. Чем же он прославился? Жили в монастыре 70 подвижников, и они расходились на неделю по телям в пустыне. Им нельзя было огня засветить, ни под каким видом, чтобы ночью почитать святые книги, и пищу разогревать нельзя было, и держали они обед полного молчания. И про Герасима никто бы не знал, если бы его лев не прославил. Герасим вытащил у льва занозу, перевязал уже загноившуюся рану, и лев привязался к нему в серег монастырского осла. Но однажды лев отошел от осла и заснул на солнышке по монашескому обычаю. И тот, проезжавший купец, видя бесхозную скотинку, приватизировал ее. Герасим был убежден, что лев скушал подъеремное животное. Герасим возложил обязанности водовоза на льва за съеденное травоядное животное. И лев безропотно пахал на монахов. Но однажды тот купец пришел с тем ослом Кайорда, но лев оказался не кстати как раз там и узнал своего осла. Кинувшись с Туревым к бедному животному, до смерти напугал караванщиков, которые в страхе разбежались. А лев схватил за повод узды и потащил осла Герасиму. Но так как к ослу были привязаны еще и три вельблюда с поклажей, то он в раз сделал богатыми монахов. После этого лев уже появлялся у Герасима только иногда. Когда же лев пришел в очередной раз, братья сказали ему, что Герасим умер. Лев ревел и не хотел успокаиваться. Саватий повел льва на могилу старца. Лев там ударился головой о землю и сдох. Вот и вся история про Герасима. Приручил одного льва, но не сделал его христианином, ибо жизнь самоубийца льва, и говорит, что в нем был дух непокорства воли Божией. И эта душесчипательная история вошла во все прологи и жития. А что же здесь из труда апостольского? Какая душа обратилась в людском зверинце? Усей Герасим увел в пустыню, может быть, ни одного молодого человека, как тот Кириак, который с ним жил. В том монастыре, где не живет один монах, стены охраняет. И ни от того прославленного церкови монаха Герасима, ни от этого хранителя стен. Никому нет пользы никакой за полторы тысячи лет. И вот рассказ был про иного Герасима, почтенный, греческая. Жил в России профессор Герасим Петрович Павский. Умер в 1863 году. Переводит с еврейского языка, с оригинала на родной нам русский язык, книги Библии. Именно его уму и труду принадлежит вот уже более 150 лет перевод в Псалтирии и Евангелие от Матфея. Миллионы людей нашли и находят ежедневное утешение в этом чудном переводе. За семью печатями бывший текст засиял всеми красками. И кто знает про этого Герасима? И почему он не канонизирован, не почтен сообразно своему именем? Феофан Затворник, который больше всех противился протоиерею Герасима в переводе еврейского оригинала на русский книг Библии, святой, а этот, ставший отцом тысяч рожденных от Евангелия, благодаря которому тысячи лютых безбожников львов стали ягнятами, вообще неизвестен даже на слух. Неужели тут еще нужно говорить, что канонизацией занимаются монахи, и они в списке святых пишут по блату, в кавычках, своих, кому они тоже не подражают, а только кичатся черными одеждами, дошатками, клобуками. Из переводчика Библии на разговорный великорусский язык теперь канонизируют уже двоих, митрополита Филарета Дроздова и архимендрита Макария Алтайского-Глухарева. Почему не канонизировали Данила Аврамовича Хвольсона, переведшего большую часть Светского Завета? Да только потому, что канонизаторы, мирские люди, любящие свое земное отечество, и алчащие расширять его границы. Они будут еще и Жукова Георгия канонизировать, и Иосифа Сталина, как Дмитрия Донского, и адмирала Феодора Ухшакова. Если празднование святому есть подражание ему, то почему подражали сидящему во тьме Герасиму и не подражали тому новому Герасиму, кто дал миллионам свет духовный, переводил библейские книги на наш родной язык. Иоанна 15, 20. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Иоанна 16, 3. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Как хочешь ты трудись, но приобресть не льстись, ни благодарности, ни славы, коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы. Крестьянин на заре сахоет над полосой своей, трудился, трудился, так, крестьянин мой, что градом пот с него катился. Мужик работник был прямой. Зато кто мимо не проходит, от всех ему спасибо. Ибо исполать мартышку это зависть вводит, хвалы приманчивы. Как их не пожелать? Мартышка вздумала трудиться. Нашла чурбан, и ну над ним возиться. Хлопот мартышки полон рот. Чурбан она то понесет, то так, То сяк его обхватит, то поволочит, то покатит, Рекой с бедняжки льется пот, И, наконец, она пыхтя на силу дышит, А все ни от кого похвал себе не слышит. И не диковинка мой свет. Трудишься много ты, да пользы в этом нет. Крылов, 1811 год.